Любимые, всем привет! Вы на канале Жизнь без невроза, психология для чайников. Вы с холистическим психологом и сегодня мы с вами говорим на такую тему, как отношения с женатым или отношения с замужней женщиной. Какие это отношения, к чему они приводят. И прямо сейчас я буду читать ваши вопросы из инстаграм и других социальных сетей, которые вы мне пишите. Как выйти из любовного треугольника, как справиться с отношениями, которые действительно чувствую, что они мои. Давайте все это разберем и действительно вы, возможно, найдете где-то себя, где-то найдете какие-то вещи. И тема сегодня именно такая, отношения с женатым или с замужней женщиной. Давайте сразу разберем, какие люди обычно входят и допускают такие отношения. Обычно это люди, у которых действительно очень все сложно с оценкой себя, с самопризнанием, с самореализацией. И у них есть такая некая история в голове, как жизнь не столько обеспечена, чтобы обеспечить меня моей второй половиной. И у многих действительно эта история достаточно непросто, непросто работает. Поэтому, если вы четко понимаете, что в вашей жизни есть человек, который мыслит таким образом, это обязательно нужно решить. Люди, у которых были какие-то ошибки в прошлом. Что это значит? Ошибки в отношениях, разводы, болезненные отношения, жуткие страхи, стрессы в этих отношениях. И это все создавало большой блеф в их жизни и большую боль. И эту боль человек какое-то время может не решать, а может решить позже. Но, войдя в другие новые отношения, у него уже есть как будто такой шрам. И входя в отношения с другим человеком, он бывает даже ожидает, что его либо кинут, либо бросят, либо как-то с ним поведут себя не так. И отношения с женатым и замужней женщиной обычно идут, исходя из того, что действительно я не достоин своего. Бывает это действительно влюбленность. Влюбленность временная. Но человек настолько уверен в том, что прямо сейчас хочу до конца, что это может действительно помешать. Еще один момент. Люди, которые влюбляются и работают с состоянием, они не попадают долго на крючок в зависимости от человека. Люди, которые влюбляются в условно чужих, после длительных отношений таких и неперехода второй половины в вашу жизнь, он может отказаться разводиться и так и не стать вашим супругом. Вы подвергаете себя рискам длительным горевания. Кто-то горюет просто, а кто-то горюет при помощи депрессии. Чужие женщины, чужие мужчины. Задать себе вопрос, а где мое? Что я делаю, чтобы у меня появился свой? И когда меня убеждают, что это бесконечная, это безмолвная любовь до конца жизни, я сразу говорю своему клиенту, а насколько ты готов долго терпеть эту любовь, насколько ты готов жить вот так на пол ноги, насколько ты готов быть в своей жизни не до конца. Что это значит не до конца? Это значит, что какое-то время ты разрешаешь кому-то быть с тобой не до конца. Почему ты так выбираешь? Люди, у которых очень высокая самооценка, они даже готовы быть одинокими, потому что страшно делить с кем-то кого-то. Отношения такие обычно, они могут быть длительными, могут быть недлительными, но они очень вампирят изнутри, потому что каждый раз, когда человек находится в вот таком серьезном состоянии, у него происходит замедление, заземление, и тогда многое становится неважным, ненужным. И для того, чтобы выйти из этого состояния, важно для себя понять, а верю ли я в то, что в мою жизнь придет настоящий мужчина, верю ли я в то, что я смогу, что у меня получится, что со мной будут близкие, что у меня будет свое, все свое. Если я в это верю, то со мной это так и происходит. Если я в это не верю, то я остаюсь зависима от другого. Вот такая краткая правда, друзья. Пишите, что думаете под этим видео. Я вам еще напоследок расскажу историю из практики. 25 лет девушке влюблена во взрослого мужчину, мужчина с семьей. Мужчина обещает жениться когда-то, но вот она пришла, когда ей 26 ко мне, свадьбы так и не состоялось, и она все продолжает находиться на крючке. Что можно сказать? Можно сказать, что уже появилась зависимость от человека, уже появилась неуверенность в себе, и уже появились нарушения вегетативные, потому что тревога мучает. Страшно остаться без условно любимого человека, искать нового. Непростая ситуация, но решаемая. И в этом всем важно понимать, насколько мне нужно быть там, где я есть сейчас, в этих отношениях, с этими людьми, даже с этим состоянием внутреннего, как я говорю, детокса тревожного. Поэтому, друзья, пишите свои истории, приходите в консультации. В августе марафон «Жизнь без невроза». Пока-пока.